В Китае все символично, и не только длительность встречи. То есть, да, в три раза дольше, четыре часа длилась встреча. И причем это по инициативе китайской стороны. Так более того, это уже второй визит. И на это обратил внимание сам председатель Си Цзиньпин. А вот давайте сравним. Об этом тоже сейчас очень много говорят. А как проходят встречи китайских руководителей с западными лидерами? Далеко не всех принимают. Президент прямо сказал, вместо того, чтобы тратить сотни уже миллиардов на войну, в том числе на Украину, на Украине, потратите их на решение мировых проблем. И президент сказал то, о чем думают многие и общественные, и политические деятели в Западе, но порой боятся сказать или их просто не слышат, маргинализируют. Но президент подчеркивает, и в Дубае это было видно и накануне на совещании, курс на сотрудничество с Африкой не семиминутный, не ситуативный. Это долговременная стратегия. Китай понимает, что Белоруссии можно не просто доверять, можно иметь дело, можно выстраивать долгосрочные отношения. Необходимо поддерживать Беларусь. Вадим, рад приветствовать вас. Добрый день. Во время встречи с руководителем Китая Александр Лукашенко сказал, главное, что бы хотелось обсудить, это скорость наших взаимных отношений. Потому как, ну, констатировал, что все вроде развивается и неплохо, но вот, на его взгляд, скорости как раз-таки, наверное, и не хватает в этом спрессованном времени, в котором мы сейчас живем. Почему, на ваш взгляд, это так важно прямо сейчас? Важен темп, потому что стратегические направления избранные верные. Об этом говорил и председатель КНР Си Дзиньпин, когда подчеркивал и даже не скожесть, а я бы сказал, даже действенность наших взглядов на основные мировые проблемы. Отсутствие каких-либо вообще по претензиях даже говорить не приходится. Наши хорошие отношения, это нужно также учитывать с Российской Федерацией, находящейся между белорусскими и китайскими границами, собственно. И это большая страна, она позволяет нам улучшить качество наших отношений. Это устойчивые связи и в экономике, и в политике, и в культуре, и в образовании. То есть здесь нет такого, что вот, например, у нас есть прорыв в промышленном взаимодействии, но отстает там образование. Мы знаем, что китайские студенты активно у нас учатся. Наши едут на стажировку в Китай. Созданы совместные программы. Мы можем уже говорить и о Белорусском госуниверситете, и Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, и уже региональных кузов, и запятую дальше ставить. Культурное взаимодействие весьма активно. Популярна белорусская культура в Китае. К нам приезжает их известный актер. Вот недавно было подписано соглашение между «Беларусьфильмом» и китайскими партнерами. То есть вот то, о чем говорил президент. Все хорошо. Военное сотрудничество. Возьмите наш знаменитый полонез, яркий символ этого сотрудничества. Но темп. В чем это выражается? В скорости от задумки от договоренности глав государств до реального воплощения. То есть здесь и президент Беларуси, и председатель КНР выступают как локомотивы. Надо, чтобы следом быстро шли. А иногда даже не надо бояться. И опережали министерства, наши руководители предприятий. То есть не должно быть такого, как у нас бывало раньше. Вот договорились лидеры государств, а реальное воплощение 2-3 года. Нет у нас такой роскоши сейчас. Мы должны действовать быстро. Мир меняется. Вот почему и Александр Лукашенко, и Си Дзиньпин констатировали вот эту трансформацию мировую, перечисляя и проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь», и общей судьбы человечества, и ряд других инициатив. То есть это свидетельство трансформации мировой. Для того, чтобы быть в контексте, нужно буквально, как сказано у Льюиса Кэрролла, даже чтобы стоять на месте, надо быстро бежать. А мы хотим не на месте стоять, мы хотим двигаться вперед. В чем это реально воплощается? Ну хорошо, вот мы это проговорили. Вот смотрите, рост товарооборота Китая, это важный индикатор. По прошлому году почти 6 миллиардов, 5,8. А это что? Это Китай полностью заместил долю Украины в нашем товарообороте. То есть раньше у нас в страновом измерении Украина была на втором месте после Российской Федерации, сейчас Китай. По этому году уже планка в 5 миллиардов взята. Но это что, разве раскрывает полный потенциал? Да нет. Мы должны вести речь и о 10, и о 15 миллиардах. Это еще некоторое время назад казалось нереальным. А сейчас для наших отношений, может быть, даже эти цифры маловаты. Посмотрите, как мы нарастили товарооборот с Российской Федерацией за последние два года. Уже 50 миллиардов, и будет больше. То же самое мы можем делать и с Китаем, особенно учитывая наше общее пространство с Российской Федерацией. Следующий момент. Это соотношение экспорта и импорта. У нас пока отрицательные сальды для Беларуси. То есть мы импортируем с Китая больше, чем экспортируем. Но экспорт растет, рост на 77%. Значит, мы можем делать это еще более ускоренным темпом. Китай для нас открывается. Открывается уже не только для белорусских калийных удобрений и каких-то производствах химической промышленности, но и для сельского хозяйства. Открывается для технологического взаимодействия. Есть еще один момент. Да, успешный проект у нас Джили. Но китайский и белорусский индустриальный парк. 120 резидентов, 1,4 миллиарда прямых инвестиций. Но это тоже не полностью реализует тот потенциал, который имеется и у парка, и у наших общих предприятий, которые мы создаем. А еще могут быть следующие предприятия. Это вложение в туристическую отрасль, в транспортную отрасль Беларуси. Значит, надо более активно привлекать китайских производителей. Проблема дедоларизации. Мы же все равно товарооборот в долларах измеряем. Но больше должно быть рубля, больше должно быть юаня. Сотрудничество в сфере высоких технологий. Опять-таки диверсификация этих направлений, по которым мы развиваемся. Как я понимаю, именно об этом говорили два лидера, когда подчеркивали необходимо наращивание скорости. И, в общем, это программа действий для нового, но уже очень опытного, как государственного человека, нового в плане назначения на должность чрезвычайного полномочного посла Беларуси Китая Александра Червякова. И показательно, что он пришел на эту крайне ответственную должность с поста министра экономики. Я бы сказал, что сейчас в белорусском дипломатическом корпусе наших послов две ключевые и важнейшие такие должности чрезвычайных и полномочных послов это в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике. В каком-то смысле эти посольства выступают такие, знаете, как министерства в министерстве. По уровню тех задач, которые перед ними стоят, по вниманию, которое привлечено к ним со стороны главы государства. И, в общем-то, у нас есть достаточная инфраструктура, вот даже имеющаяся, и нормативно-правовая база, и имеющиеся институты от культурно-образовательных, как институт Конфуция, либо совместные с Долянским тем же политехническим институтом наших вузов, совместное производство, как у нас, так и на территории Китая. У нас имеется уже даже эта инфраструктура, которая позволяет в полтора-два раза в кратчайшие сроки в течение одного года нарастить товарооборот. А это преодоление санкций, это санкционное удовлетворение, это выход на рост валового внутреннего продукта. Вот о чем мы говорим. Обычно, да, говорят о товарообороте, о совместных программах. Но вот о деталях этого визита. Ну, например, встреча Лукашенко и Синдзинпина длилась в три раза больше, чем запланировано. Вот о чем это говорит? Это близость отношений? Личная другая? Конечно, все эксперты отметили этот факт. Любопытно даже, ну, наши, китайские... Это при том, что, в общем-то, визит Лукашенко, он был такой, в общем-то, незапланированный, как о нем пишут, во всяком случае. Пишут незапланированный в большей степени на Западе, потому что для них этот визит стал шоком и неприятным таким сюрпризом, скажем, мягко. Потому что и интенсивность отношений Беларуси-России, Беларуси-Китая, Беларуси-Арабского мира — это яркое свидетельство утраты влияния вообще Запада в нашем регионе. Но, тем не менее, да, фактор важный. И в Китае все символично. И не только длительность встречи. То есть, да, в три раза дольше — четыре часа длилась встреча. И причем это по инициативе китайской стороны. Так более того, это уже второй визит. И на это обратил внимание сам председатель Си Цзиньпин. А вот давайте сравним. И об этом тоже сейчас очень много говорят. А как проходят встречи китайских руководителей с западными лидерами? Далеко не всех принимают. Иногда некоторых, там, вот последние визиты Русула фон дер Ляйен, Макрона, кто там еще пытался Шольц ездить. Некоторых и не принимали. Кому-то уделяли всего полчаса. И это больше по размерам, там, как они говорят, по влиянию державы мира. Значит, Китай обращает внимание на белорусскую позицию. А вот давайте теперь ответим на вопрос, почему. Первое. Это стратегическая многолетняя линия Александра Лукашенко. Китай, я ведь думаю, длинными категориями. То есть, они играют в долгую, как любит говорить Владимир Путин. И то, что Александр Лукашенко еще в начале 90-х годов, будучи молодым политиком, депутатом Верховного Совета, уже тогда сказал, что именно в отношениях с Китаем наше будущее, какую-то встречало критику со стороны тех же националистов, Зинона Позняка. Да какой Китай? Тогда им казалось, что Китай. Да, они были оголтело увлечены Западом, скажем так. Александр Лукашенко избирается президентом. Да, стратегический курс на Союз России, но и Китай. Всегда у нас два партнера главные, два союзника. Китай и Россия. В разные времена. Не самые простые для Китая и для нашей страны. Это очень ценный. Потом посмотрите, 2010 год, март, визит еще на секундочку заместителя председателя КНР Си Диньпина. И он сегодня вспомнил, не сегодня, а во время встречи, он вспомнил об этом. Неожиданно для Александра Лукашенко, что вот когда он посещал Минск еще в должности заместителя председателя. И обратите внимание, тогда только готовилась передача полномочий власти у четвертого поколения руководителей китайских пятом. И Си Диньпин в качестве его потенциального лидера объезжал наиболее верных, преданных союзников, тех, кому Пекин доверяет. И в их числе оказалась Беларусь. А там, я вам хочу сказать, было совсем небольшое число государств. Тогда, может быть, кто-то на этот визит не обратил внимания. И наша оппозиция, помню, писала, ну а что тут подумаешь, какой это коммуникет достигнут. Это полное непонимание сути отношений, сути китайской внешней политики. Вот тот визит имел ключевое значение. Затем Си Диньпин становится председателем ГНР. Его государственный визит в 2015 году в Беларусь. Стратегический, трехдневный, определивший основные координаты, параметры нашего сотрудничества на будущее. Естественно, визит Александра Лукашенко. Переговоры на полях ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, других саммитах, где наши лидеры совместно участвовали. Вот все это заложило прочную основу доверия. Китай понимает, что Беларуси можно не просто доверять, можно иметь дело, можно выстраивать долгосрочные отношения. Необходимо поддерживать Беларусь. Знаете, вот в этой связи еще одна такая, один такой фейк, запущенный на Западе и нашими беглыми, что, дескать, якобы Китай там давит на Беларусь в связи с тем, что Запад ограничивает прохождение китайских товаров через Беларусь. Ну, почему-то они, правда, цифры не показывают. Логистика китайских товаров и транспортировка через Беларусь как шла, так и продолжает идти. Но если будут создаваться препоны из-за санкционного давления, да, Китай будет недоволен. Но, внимание, не Беларусью, а Европейским Союзом. Понимаете, это попытка из-за невозможности противодействовать нашему союзничеству. Попытка вот этих бросов. Сами придумывают повестку несуществующую и сами ее анализируют. Причем это просто какой-то шквал материалов пытаются выдавать, не имеющих ничего общего с действительностью. Значит, пусть запомнят, что Китай скорее будет оказывать давление на Европейский Союз, и мы знаем, оказывает, с тем, чтобы это санкционное давление не развивалось, с тем, чтобы не создавали препоны для прохождения китайских товаров. То есть Пекине прекрасно отдают себе отчет, кто виновен в возможных осложнениях. И виновны, безусловно, на Западе. А это и поддержка Беларуси. И вы посмотрите, в каких интонациях была выдержана сама встреча. И ведь Си Цзиньпин это специально сделал. И вторая встреча в течение этого года, и ее длительность символическая, и те заявления, которые были сделаны, и реальные договоренности, это демонстрация поддержки и устойчивости курса на стратегическое сотрудничество Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. А вот этот обмен подарками, о котором, опять же, написали, конечно, и показали, что увидел глаз политолога в нем? Ну, тут уже такие, знаете, трактовки. Мы где-то постфактум комментируем. Уже все, кто какие-то символизм пытались в этом увидеть. Ну, во-первых, я бы сказал, что... Вы понимаете, обычно такие вещи, они ведь проходят за кадром, ну, чаще всего. А здесь, а здесь, а время этого визита как раз-таки это получило широкое распространение. Вот сама вот эта церемония. Это подчеркивает важность этого визита. Да, то, что вот идут разные трактовки, подчеркивает важность визита. Даже обращает внимание на качество перевода. Когда вот отдельные нюансы были, чтобы увидеть китайскую душу вот в том или ином подарке, это значит, что привлечено большое внимание. Но, во-первых, я бы что сказал, что Александр Лукашенко и Си Цзиньпин дружат семьями. Поэтому вот спортивный костюм сыну президента Николая Лукашенко, который подарил председатель КНР. Посмотрите, с какой любовью Александр Григорьевич демонстрировал свои подарки. И ювелирного изделия. Но это, среди прочего, демонстрация, такая точечная, прикладная демонстрация возможностей белорусских. В том числе в различных отраслях. И высокохудожественных, высокотехнологичных. И ответные подарки, вот те же яблоки. Это же тоже символ определенный. Это и понимание, знание характера белорусского президента. Его любовь к земле, к тем продуктам, которые выращиваются на земле. Еще раз говорю, это подчеркивает, насколько хорошо понимают и знают друг друга два лидера. И это в данной ситуации залог успеха наших отношений на будущее. Еще в одном мероприятии, которое тоже оказалось очень резонансным. Это климатический саммит Дубая, где глава государства выступил с речью. И, в общем-то, ему свойственна такая открытая, что ли, позиция. Очень откровенное высказывание по темам современности. И то, что обычно, как-то там мне понравилось выражение, записные ораторы произносят. Но произносят все как-то завуалированно, общими словами. То Лукашенко, в общем-то, сказал всем в глаза, что о какой зеленой повестке можно говорить, когда идут, когда триллионы долларов вкладываются в войны. Давайте-ка вот с этим что-то делать, а потом уже поймем, что делать с климатическими изменениями, которые, в общем-то, не сильно-то от нас и зависят. Я посмотрел несколько, много миллионов, не могу сейчас точно даже сказать, потому что уверен, что перепосты, разные ссылки, расшаривание вот этой речи Лукашенко, ну, он в мире произвел резонанс. Это точно. На ваш взгляд, его услышали? Безусловно. И вообще не нужно сомневаться в том, что слова Александра Лукашенко в мире слышат. И то, что у нас такие отношения с Китайской Народной Республикой, там же тоже внимательно отслеживают аналитические центры, идеологические подходы наши, оценку ситуации в мире. Это ключ, по которому понимают, можно и нужно ли с этим человеком иметь дело. И с нашим президентом дело имеют и выстраивают долгосрочное сотрудничество. Речь сама по себе очень мощная, идеологически. Это антиимпериалистическая речь. Мы этот термин как-то стали упускать. Но что такое выступать против гегемонизма Запада? Это выступать против формы империализма. И это речь антивоенная. Президент прямо сказал, вместо того, чтобы тратить сотни уже миллиардов на войну, в том числе на Украину, на Украине потратить их на решение мировых проблем. И президент сказал то, о чем думают многие и общественные, и политические деятели на Западе, но порой боятся сказать или их просто не слышат, маргинализируют. Ребята, ну что вы там, вы ухватили за Грету Тунберг в свое время, сейчас вот изменение климата, делите нормы, квоты. О чем мы ведем речь? Нынешние экологические проблемы являются результатом бездумного порой, бездумной эксплуатации природных и человеческих ресурсов со стороны Запада. Кто получил выгоду от этой стремительной индустриализации последних столетий? Кто создал эти проблемы? Запад. Что теперь Запад пытается сделать? Свалить решение проблем на другие страны. Проводить их деиндустриализацию или, наоборот, выводить грязное производство. Каждого своя. Это такая позиция очень изуиская. Он в этих государствах наплодил проблем, а теперь говорит, ну а теперь вам с этим жить. А мы уходим в другие техноуклады. И мы вам за это каких-то там денежек дадим, но ненадолго и то под процент. То есть вот о чем идет речь. Либо мы принимаем эту повестку и тогда позволяем относиться к себе как к объекту, которым можно манипулировать. Либо мы говорим, нет, ребята, давайте разберемся в причинах. А почему надо разбираться в причинах, чтобы не допустить повторения такой ситуации в будущем? И президент не просто стал констатировать, что да, в Беларуси за последнее время выполнены там определенные показатели, мы готовы. Нет. Он говорит, что мы свои обязательства выполняем, но, извините, мы хотим поставить вопрос и перед западными державами о причинах. Еще раз подчеркну, а причины это их многолетняя, порой многовековая стратегия эксплуатации ресурсов всего мира в своих интересах. И мы так больше не хотим. Естественно, что большинство лидеров этих стран, будь то арабские страны, будь то африканские, латиноамериканские, да я вас уверяю, европейские, они просто боятся об этом открыто сказать, разделяют эту позицию. Вот вы видели, чтобы кто-то публично, даже критиковать Александру Порошенко, опроверг эти доводы. Никто не опровергал. А как ты их опровергнешь? Как ты опровергнешь, что 100 миллиардов Байден собирается выделять на войну в разных регионах мира? Есть эта цифра? Есть. А теперь давайте посмотрим, если бы эти 100 миллиардов пошли на решение климатических проблем. Следующее, о чем президент говорит. 80% выбросов дают 20 стран мира. Эту цифру кто-то будет оспаривать? Не будет. Так на ком тогда ответственность? Да, среди этих стран есть и Россия, и Китай. Но и Россия, и Китай готовы признавать проблемы, готовы с другими странами решать их наравнее, а не навязывать свои подходы, как это делает Запад. А что же остальные 18 держав? А остальные пытаются в большинстве своем идти в русле американской политики. Американцы понимают, что прошлая картина мира, прошлое мироустройство уже устарело. Об этом и Байден недавно сказал, что нам тут надо что-то вот обновить. Ага, обновить. На их же условиях. То есть немножко перестроиться, сделать косметический ремонт и двигаться дальше. Нет, ребята, так не будет. Вы уже мир завели в тупик. Вот это читается между строк выступления Александра Лукашенко. А раз Запад, американцы завели мир в тупик, мы не ставим вопрос об их уничтожении, распаде. Это не наша риторика, не наша цель. Мы хотим, чтобы и Америка была сильной, и чтобы, как Трамп говорит, Европейский Союз сохранялся. Вот Александр Лукашенко неоднократно подчеркивает, что мы выступаем за сильный Европейский Союз. И там на Западе начинают, вот, вы знаете, может быть, это попытка налаживания каких-то контактов. Вы послушайте, это просто констатация реальности. Ну вот вы представьте, сейчас Европейский Союз искусственно сколоченный, со всеми проблемами распадется. Это же хаос будет к Западу от наших границ. Через Европейский Союз американцы приучили европейцев к безответственности. Я не уверен, что вот мы говорим, да, нужно поднять суверенитет отдельных европейских государств. А я не уверен, что они с этим справятся. Вы посмотрите на ту элиту, которая сейчас там находится. Что в Европейском Союзе, что в этих государствах. Ну вот вы представьте, выйдет сейчас Германия из Европейского Союза, или там вот Нидерланды, да. Герт Вилдерс пришел к власти, он, правда, сейчас делает разные маневры. Но у него был лозунг Нексита, выхода из Нидерландов, из Европейского Союза. А я не уверен, что Нидерланды справятся с этой ответственностью. То есть мы видим и потенциальные угрозы. Мы формулируем, с чем они согласны сейчас, но мы увидим те вызовы и угрозы, которые возникнут в случае изменения этой ситуации. И в этом наша ответственность. Поэтому пусть они сами решают, надо им Европейский Союз, не надо, в каком виде они будут сохраняться. Но первое правило, о чем, кстати, говорили и в Пекине, не надо лезть в наши внутренние дела. Второе, надо отказаться просто договориться, если угодно, какую-то хартию принять, как это было на недавнем заседании БРИКС, о том, что никаких санкций. Вот мы исключаем санкции полностью. Это не метод решения межгосударственных проблем. Следующий момент. Мы должны договориться об устойчивых условиях отсутствия военного вмешательства и военного давления. И в этой ситуации, да, возможно, Европейский Союз сохранится, но НАТО должно уйти в прошлое, потому что НАТО выступает фактором дестабилизации на европейском континенте. И вот если мы будем вот так последовательно, реалистично, как наш глава государства говорит, от жизни идти в анализе этой ситуации, мы выйдем на некий период устойчивого развития. Я в этом плане все-таки как историк понимаю, что человечество все равно так или иначе будет приходить и кризисам, и конфликтам, но мы уже этого наелись. Уже за последние 30 лет мы с вами, Юрий, пережили и распад Советского Союза, и войну в Югославии, и сейчас новый конфликт на Украине, и волну технической революции, много-много чего. Я уже не говорю про войну в Ираке, конфликты в Африке, и арабскую весну, все уже. Надо все-таки человечеству, ответственным политикам, дать возможность хотя бы пару десятков лет пожить в спокойной обстановке. В этом главная задача Беларуси, в этом наша заинтересованность. То, о чем говорит наш президент, что мы должны чувствовать ответственность перед следующими поколениями, перед детьми, теми, кто сейчас только растет. И уже сейчас договариваться о правилах этого мироустройства. И именно, вот если говорить стратегически, на это нацелены визиты и в Дубай, и в Пекин. Даже не только двустороннее сотрудничество. Уже этого одного мало. Мы говорим об стратегических устремлениях. И именно поэтому Александру Лукашенко и уважают, и слушают по всему миру, отвечая на ваш вопрос. Потому что наш президент может подняться просто, знаете, вот на такой повестке сиюминутной. Да, вот встретились, поговорили, сколько мы вам там нефти продадим, а мы вам калия. Не об этом уже речь идет. Об этом тоже. Но прежде всего, вот это стратегия нового мироустройства. Вы сейчас сказали, упомянули, рассказали такую фразу, надо дать возможность ответственным политикам. И это, мне кажется, ключевое. А где сейчас их возьмешь? Вот все происходящее, вот что мы наблюдаем, говорит как раз-таки об обратном. Что лидеры государств и в упомянутом нами Европейском Союзе, да и не только, но как-то ответственностью не отличаются. Как минимум. Я в этом плане такой умеренный оптимист. Но появился же Орбан, так у нас. Мы видим, что, ну дай бог, таким же будет и Фица. То есть есть эти люди, их просто сейчас сознательно маргинализируют. Их пытаются отодвинуть на задний план, куда-то вбок от магистральной линии. Но они во всех странах есть. Я не хочу сейчас называть какие-то конкретные там фамилии. Я думаю, что многие на слуху. Есть депутаты Бундестага, и во Франции такие люди есть. Кто-то более радикален, кто-то придерживает центристских позиций. Есть они и с левого фланга, и с правого фланга. Они присутствуют, им доверяют избиратели. Но вы правы в том, что они не могут пробиться. Виновата вот эта западная модель манипулятивной демократии. Это не подлинная народовласть. Это примитивно приводить демократию на родовласть. Это не народовласть. Та западная модель демократии, которую выстраивают, она позволяет манипулировать мнением масс, мнением граждан. Ведь уже звучит мнение, что демократия – это не власть большинства. Конкретный пример. Выборы в Польше. Нам не нравятся ни одни, ни вторые. Ни партия Кочиньского, ни Туска. Они все белорусофобы. Они все пока настроены на конфронтацию. Те силы, которые готовы были бы развивать Польшу, как нам представляется, исходя из ее национальных интересов, по крайней мере, чтобы они не вступали в противоречие с нашими, но остаются в Польше в меньшинстве. То есть иллюзий здесь мы не питаем. Но тем не менее, польский избиратель проголосовал против линии Кочиньского-Дуды-Моровецкого, отдав им чуть больше 30%. То есть коалиция будет другая. И вроде бы четко понятно, почему. В том числе из-за военной эскалации, шовинизма. Польский избиратель не отдал им большинство мест. Но кого прощат в кресло министра иностранных дел? Радослава Сикорского, известного Ястреба, проамериканского действия. То есть смотрите, правительства меняются, а через вот такие точечные назначения, ведь за Сикорского в качестве министра иностранных дел не голосовал польский избиратель. Но его назначат, и он будет вести ту же линию, а может быть еще более экстремистскую, чем это делала нынешняя правящая клика. Вот вам конкретный пример. Или тот же Вилдерс получает большинство на выборах, ну там у него 37 мест из 150. Вот эта парламентская так называемая система что позволяет? Вроде бы за тебя проголосовали. Там чуть не двукратный рост количества избирателей по сравнению с прошлыми выборами. Тенденция очевидна. Слушайте, ну пустите человека во власть. Ну дайте ему возможность реализовать свои взгляды. Нет. Там говорят, мы будем создавать правительство без Вилдерса. Так то есть вы будете игнорировать мнение тех избирателей, которые отдали ему предпочтение? Или та же альтернатива для Германии. Она пытается, то есть она просто, что же пытается, она доводит свою точку зрения, которая разделяет все большее количество немцев. Что говорят? Это неправильная точка зрения. Нам надо ее на законодательном уровне ограничить, обрубить, не пускать, не давать говорить. И так я могу, например, приводить по другим странам. То есть здравомыслящих политиков не пускают во власть. Но они есть. И здесь есть несколько выходов. Либо все-таки в рамках человечной системы их поддержка вырастет до такого уровня, как в Венгрии это произошло, что она позволит формировать правительство большинства рано или поздно. Я уверен, такое будет тоже. Не везде, но будет. Либо эта система сменится. А вот дальше наступает зона рисков и вызовов. Потому что, а как она сменится? Через революционный путь, через насилие классической революции 19-го и начала 20-го веков уже не будет. Но нарастание нерешенных проблем низы не хотят. Вспоминаем классическую фразу. И невозможность нынешних политической моделей адекватно давать ответ на эти вызовы верхи не могут. Но приводит к революционной ситуации. И к тому, что разрешение нынешнего кризиса будет неприятным для западного, прежде всего европейского общества. А я сейчас не буду подробно анализировать, но схожие процессы происходят и в Соединенных Штатах. Знаете, как охарактеризовать вот эту постоянную турбулентность политической системы, которой раньше не было, нарастание идеологических противоречий, разрушение национального консенсуса, который вырабатывался десятилетиями, скажем, после гражданской войны в США, между севером и югом. Все рушится. А это слово популярное в 80-е годы в Советском Союзе, которое стало предсечей перестройки. Духовный кризис. То есть системы, страны, государства, блоки разваливаются тогда, когда возникает духовный кризис. Неверие в те институты, которые существуют. Утрата ими легитимности. А именно это мы на Западе и наблюдаем. Ну, нам могут сказать, ну, вы тут уже предсказываете развал долгие годы. Во-первых, была разная ситуация в разные годы. Но сейчас мы видим нарастание негативных индикаторов. Да, этот процесс займет время. Сколько? Я думаю, он будет сейчас исти достаточно динамично. Речь не о десятилетиях. Пять, десять лет. Посмотрим. Да, гегемон западный будет сохранять еще потенциал, силу, влияние военное, экономическое. Они, поверьте, будут за свою власть держаться до конца. Но это, возможно, на каком-то этапе будет характеризоваться как агоний. То, что однополярный мир тотального господства Запада ушел, не уходит, ушел в прошлое, но говорит нынешняя обстановка. Говорит и саммит в Дубае, говорит и влияние Китая, говорит та независимая линия, которую проводит Российская Федерация, говорит то, что наша республика далеко не самая большая по населению, по территории. Но мы знаем, мы гордимся собой, мы знаем свою историю, мы понимаем свое место. Так даже наша республика, она может набросать вызов этой гегемонии, потому что мы хотим отстаивать собственные взгляды, собственную независимость, суверенитет, и у нас это получается. Если был бы тотальный диктат, этого бы не случилось. Но эти инструменты, привычные на Западе, перестают работать, еще не перестали. Никакого шапка закидать, мы должны это подчеркивать. Противник силен, но он постепенно эту силу утрачивает. И Беларусь в этом плане действительно находится среди тех государств, которые выступают за новое мироустройство. В общем, как в фильме. А в чем сила, брат, а сила в правде? В правде. Ну и невозможно было не обратить внимание на то количество встреч с африканскими лидерами, которые провел, как это модно говорить, на полях саммита Александр Лукашенко в Дубае во время климатической конференции мировой. Мы знаем об Африке вроде много, но вместе с тем, по-моему, очень мало. Но что точно знаем, что в Африке давно и системно работают упомянутый нами Китай. В Африке работает Индия, не менее системно. Как говорится, вот как вы говорили, играют в долгую они там. И мы видим в последнее время активность Беларуси на африканском континенте. Да, мы видели визит в Зимбабве и результаты, после которого, в общем-то, ну не знаю, может громко было сказано, но помогли накормить, в общем-то, людей в этой стране с помощью техники своей, ну и всякой другой помощи. Что мы можем? Кроме того, что да, мы открыты, мы не говорим сверху вниз с представителями африканских государств. Мы демонстрируем равное и предлагаем равное сотрудничество, но Китай и Индия, да и Россия в том числе, ведь гораздо дольше там. На каком повороте мы можем удачно туда зайти? Я бы сказал, что то, что мы не говорим, да, то, что мы не говорим, свысока, это уже немаловажно. Согласитесь, когда вы поддерживаете диалог с человеком, готовым говорить с тобой на равных, это всегда удобнее и комфортнее, чем какую-то другую форму поддерживать. Главные игроки там, да, сейчас, это Китай, США, Турция и Россия, я бы так сказал. Есть Евросоюз, но он подтягивается скорее к США, он полностью действует в конве американской, Франция утрачивает свои позиции традиционные там. Беларусь, не надо недооценить потенциал нашей страны. Во-первых, мы можем выступать вместе и с Россией в Китае, в каких-то проектах. Это тоже немаловажно, не надо это сбрасывать со счетов. Во-вторых, сейчас бурный рост африканских обществ, идет эмансипация этих обществ, урбанизация, большой запрос на образование. Вот вам образовательные услуги мы можем предоставить. Причем не только сюда привозить студентов, но и там организовывать филиалы наших факультетов, университетов. Пожалуйста. Это инженерные услуги, строительство. Очень нуждаются многие регионы, особенно имеющиеся деньги. Вот возьмите Катриальную Гвинею. Да, она благодаря нефти вырвалась вперед. Да, у нее высокий ВВП на душу населения. Но общество-то еще осталось во многом традиционным. То есть им надо вот этот разрыв между уровнем жизни и уровнем ВВП сократить, поднять индекс человеческого развития. А это медицина, это образование. Вот Беларусь. У нас есть специалисты, которые могут это сделать. Военно-техническое сотрудничество. Не надо этого стесняться. У нас отличная электроника, оптика и кооперация с Российской Федерацией. Мы можем многое от легкобронных наших машин продавать туда, помогать в подготовке, опять-таки, кадров. У нас есть достаточный опыт в этом плане. Вместе организовываясь там, допустим, производство тех же беспилотников. Следующее, правильно сказать, сельское хозяйство. То есть продукты сельского хозяйства, удобрения, тут же калийные удобрения. Все это может понадобиться Африке, все быстро растущем населении. И уровнем жизни, который все-таки не так быстро, но тоже растет. Не везде, но во многих странах. Посмотрите, а легкая промышленность наша, Зимбабве, активно обсуждалась эту тему. То есть мы интересны. И я вам говорю и цитирую то, что проговаривают сами лидеры африканские. Мне несколько раз удоводилось участвовать в форуме «Россия-Африка». Я бы даже так сказал, что в Дубае на полях климатического форума фактически был проведен форум такой «Беларусь-Африка». Вот эти переговоры президента Беларуси и с президентом Каморских островов, а это сейчас председатель Африканского союза и с другими главами государства. Это был такой неформальный форум «Беларусь-Африка», который закладывает основу дальнейших отношений. И мы будем ждать визит. И я вас уверяю, визит Александра Глукашенко в Китае далеко не последний сейчас. Он же анонсировал очень плотную зимнюю программу международных встреч. Но следом за президентом должны идти наши министры. Я знаю, что сейчас ряд министров уже полетели в Африку. Договариваться. Был очень насыщенный визит во главе с министром иностранных дел Сергеем Олейником в эквене некоторое время назад. Должны наш директорский корпус активнее поворачиваться и двигаться в Африку. Ректоры наших вузов должны также взаимодействовать. То есть президент дает нам пример. Но он, в том числе и на совещании с руководством администрации накануне своих визитов, он подчеркивал это. То есть только системная работа. Следующее. Я имею право отнести к журналистам. Нам с вами, Юрий, тоже задача стоит. Вот вы говорите, мало знаем об Африке. А почему? Чьими глазами мы смотрим на Африку? Чужими. Ну, в лучшем случае, россиян. А иногда и западниковые. А наши журналисты. Ведь есть наша специфика, наш белорусский взгляд. Там надо о Беларуси рассказывать. И нам надо рассказывать, чем живет на самом деле та же экваториальная Гвинея, та же Зимбабве, тот же Зимбабве, Мозамбик, Мадагаска, Южная Африка. А не жить стереотипами и шаблонами, преподнесенными нам извне. Нам надо воспитывать страноведческих, регионоведческих экспертов. Вот задачи для факультета международных отношений, нашего лингвистического университета, других наших учебных заведений. Нам нужны специалисты, знающие местную специфику. Огромный пласт задач. Но, учитывая наш опыт, мы можем их достаточно быстро реализовать. Но президент подчеркивает, и в Дубае это было видно и накануне на совещании, курс на сотрудничество с Африкой не семиминутный, не ситуативный. Это долговременная стратегия по всем направлениям. Президент настраивает чиновников, предпринимателей, журналистов, управленцев именно на вот этот вектор. И, знаете, я думаю, что успешность многих наших управленцев будет зависеть от того, насколько быстро и оперативно они уловят этот импульс и смогут встроиться вот в этот государственный курс на сотрудничество с Африкой. Не только поворот на восток, вот мы уже привыкли к этому лозунгу, разворот на восток, но и курс на глобальный юг. Но на фоне того, что вот большие игроки работают там уже много-много лет, да и интересы бывших колонизаторов тоже нельзя сбрасывать со счетов. Они так или иначе где-то косвенно, где-то еще как-то все равно там присутствуют. Пока еще Африка – это место, где хватит всем, том числе и нам, ну, для налаживания взаимовыгодных, подчеркну, взаимовыгодных отношений с государствами этого континента. Да, места хватит с одной стороны, с другой. Ну, понимаете, не надо бояться конкуренции. В Беларуси очень много преимуществ. Там возможности говорить на равных до отсутствия каких-либо противоречий с Россией и Китаем, где мы можем договориться. Плюс по ряду отраслей. У нас действительно очень хорошие специалисты и нужно активнее рекламировать. Мы эти отрасли с вами только что называли, я не буду повторяться. Поэтому здесь нужно быть увереннее. Это первое. Во-вторых, ну, все-таки колонизаторы бывшие уходят. Потому что влияние, которое имели, они уже не то… Ну, слушайте, вот экваториальная Гвинея – это единственная страна Африки, испаноязычная. Ну, что, Испания сейчас имеет такое влияние на экваториальную Гвинею, как это было в тот период, когда там существовала колония, там Фернандо По, например, как она называлась. Ну, нет, конечно. Португалия уже не влияет так на Анголу, Мозамбик, Гвинею, Бесау. Есть память о тех зверствах, которые бы совершались в колониальную эпоху. Франция на наших с вами глазах утрачивает свое влияние. Фактически Макрон стал могильщиком вот этой концепции Франца Африки, которая родилась еще во времена президентов там Помпиду или Валерии Жаскарда Стена, активно развивалась в период Миттерана. Все, нет уже Франца Африки. Она уходит. Да, там есть еще позиции, есть отдельные страны, но ведь серия военных переворотов, прихода к власти молодых вот этих военных, это свидетельство революционности процесса, того, что Франция не справилась с лидерскими полномочиями, которые она имела в эту неоколониальную. Поэтому и отказ от колониализма, это тоже наше преимущество. Мы не исповедуем эту идеологию. Поэтому не нужно ставить заоблачные задачи, не нужно бояться конкуренции, нужно быть увереннее в себе, нужно продвигать свой продукт и пользоваться конкурентными преимуществами, нужно определить грамотно точки входа. Можно иногда ошибаться здесь, но мне кажется, сейчас эти точки входа на африканский континент определены правильно и нужно работать. Этот лозунг не отменял никто никогда, как внутри нашей страны, так и вовне. Нужно просто работать. Я наблюдал некоторых наших руководителей предприятий, которые вот и на форумах международных, ну приедет он в Африку разок, побудет там и все, на этом контакты завершаются. Но так не работают. Если мы хотим продвинуть продукцию какого-то нашего завода, и она востребована на том или ином рынке, так там надо работать, да, может быть, для кого-то непопулярен этот термин, по рыночным отношениям. То есть обмениваться визитами, продвигать продукцию, осуществлять рекламу, значит, оплачивать специалистов, разбирающихся в этой стране. Только так будет успех. А если действовать кавалерийскими наскоками, как некоторые наши производственники, ну тогда и результата не будет. Но еще раз подчеркну, президент всех настраивает и говорит абсолютно серьезно. Я застал, например, Кубу в начале десятых годов с товарооборотом 118 миллионов, не так мало. И последние годы у нас товарооборот был на уровне 14 миллионов. Но это так, к вопросу. Можем вспомнить торговлю с Ираном. Когда был большой прорыв, потом был серьезный откат. И я так по некоторым регионам тоже можем пройтись. Но не будем. Итак, про Африку просто точку поставить нам. Но президент ориентирует, что это долгосрочно, повторюсь. Президент ориентирует всех, и управленцев, и производственников наших, на то, чтобы настраивались на этот долговременный курс. Готовили специалистов. Сами начинали разбираться в нюансах специфики этого рынка, потребности этого рынка. Выстраивали двусторонние отношения. Нужно переходить от такого ручного управления на постоянную деятельность вот этих хозяйствующих субъектов между собой. Так как у нас сейчас это выстроено с Российской Федерацией, с Китайской Народной Республикой, во многом на постсоветском пространстве. Сейчас выстраивается постепенно с Турцией, кстати говоря, с Ираном. То есть нормальные отношения, а не восприятие как некое такое, знаете, временного поветрия. Еще раз подчеркнем. Это стратегический курс. Спасибо большое, Вадим, за этот разговор. Всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok